День, меня зовут Андроник, хотел показать свой маленький вклад в фундуковую отрасль Украины и особую благодарность выразить Алексею питомник фундучок. Благодарность за саженцы, которые удивили меня, потому что вот это уже пятый год, мы занимаемся, ну это не основное, вообще это как бы не направление бизнеса, это просто для души. Вот, и пятый год, и вот только на пятый год нас начали появляться сигнальные орехи, орешки. И цветения тоже пошли, вот некоторые деревья только сейчас начали входить за свою жизнь в цветение. Что касается фундуков, точнее саженцев фундука питомника фундучок Алексея, мы давно следим за его блогом и как бы черпаем науку оттуда, по поводу опрыскивания и ухода за растениями. Хотел показать саженцы, которые в этом году мы их приобрели весной, в районе 30 саженцев. И результат как-то радует, непонятно, вот не было такой ситуации, когда 3-4 года ты ждешь, ходишь на фундуки смотришь, а там нету ни пестиков, ни соцветий нету и нету плодов. Вот, сейчас я бы хотел показать несколько сортов, к примеру, вот сорт сирена. Вот, всего лишь ему годик, да, эта посадка этой весной, а он уже входит в цветение. Вот, листики, шикарные у них, точно так же вот варшавская, красная. Эти фундучки, которые были у меня до этого посажены, вот им по 5 лет. И вот они на пятый год только местами начали давать сигнальные орешки. Вот они, орешки, как наши выглядят, сорт, честно не знаю, как называется, это все мы брали докучаевские сорта, вот такие кластеры, это все докучаевские сорта фундука. Вот, и в разных я покупал еще питомниках, вот в разных питомниках, тут много сортов десертных, вот, очень красивые саженцы, которые Алексея. Вот они тоже, все видите, как входят в цветение. Это варшавская, красная, она тоже прекрасно цветет, листики. Посмотрите, какие сочные. Орешки любят, внимание. Вот шедеврик, как выглядит, то же самое, сочные, красивые листочки, ухоженные. Ну, вот лейбочка еще осталась с весны, питомник, фундучок. И тоже ходят цветения. Хотя нет, здесь я не вижу цветущих, но сейчас мы пройдем в другой наш сад. Тут, в принципе, каждому, к любому, точнее, подойти к саженцу, они все прекрасно выглядят. Это тоже варшавская, красная, как она у нас выглядит. Вот это осенняя посадка. Мы осенью их посадили, потом чуть-чуть они примерзли. У нас была погодка не очень, возвратные морозы. Но, в общем-то, пошли они и пошли хорошо. Это тоже сирена сорт. Вот. Это уже взрослые, пятилетние деревья фундука. Так, вот здесь варшавская красная у нас. Очень себя прекрасно чувствует. В моем случае, Алексея саженцы. Вообще, Алексею огромное спасибо, потому что саженцы все показали стопроцентный результат. Я очень боялся сажать их весной. Так как, или они просыпаются в своем грунте, или они еще адаптируются к грунту, к местному. Ну, вот, ошеломляющий результат. Меня очень радуют саженцы. Своим, уже видите, как они правильные, подготовленные. То есть, они вот уже в сережках. Такого у меня в жизни не было. Для того, чтобы серьги мы увидели, проходило, как минимум, это вот тоже шедеврик, как минимум проходило три года. А в лучшем случае четыре и даже пять лет, так как вообще первое время мы за садом не ухаживали. Не знали, что надо его опрыскивать, любить. Где-то было, услышал в детстве, что орехи не боятся, орехи не боятся никаких ни паразитов, ни болезней. А на самом деле оказалось очень хрупкое и очень нежное растение. Вот точно так же. Это все Алексея Саженцы. Алексея Саженцы у нас кругом. И все. Вот это сорт Морозовский. Тот же мы приобрели весной. И точно так же они входят в цветение. Вот Морозовский сорт. Посмотрите, как они прекрасно выглядят. Листики все у нас сочные. Вот Морозовский сорт. Это все посажено весной. Весной этого года. Вот. Что меня удивило. Вот здесь у нас молодой сад. Да, вот допустим, Алексея. Вот тоже это Морозовский сорт. Алексея Саженцы, они правильно выращены и правильно подготовлены. Вот, допустим, саженцы с другого питомника. Им уже по три года. И вот они не входят в цветение. То есть у них процесс немного то ли заморожен, то ли остановлен. Неизвестно почему. Мне кажется, все-таки это с самого начала надо следить за ними. Брать правильную рассаду. Саженцы правильные. Вот Алексея. Саженец это все посаженные весной этого года. Вот точно так же. Весна этого года. Весна этого года. Это все сорт Морозовский. А вот опять же, да, вот у меня трехлетние. Вот трехлетние, они как бы... Зеленая масса растет. Древесина растет. Но цветения еще даже на них не видно. И берем опять Алексея. Фундучок. Они все красивые. Можно даже называть их Алексеевскими. Листики все сочные. Вот. Этот фундучок у меня вообще в течение трех лет он не рос. Пока мы не видели, что инициатор решает все вопросы. Добавили таблеточку инициатора. И у нас вот они, видите, начали расти. Так, кстати, в некоторых местах у меня без инициатора. Три года мы не могли понять, почему маленькие корни. Думали, болели. Вот этот кустик у нас без инициатора не рос. Его поедали. Вот он тоже трехлетний, видите, и на нем нигде нету цветений. То есть они такие с виду большие, красивые. Сочные, но почему-то без цветения. Вот это тоже все третий год у меня. Третий год. Поэтому я буду расширять сад в этом году еще кустов на 50, может быть, 100. И мы теперь будем только брать проверенные саженцы. Спасибо и за блок Алексею. Потому что очень много науки. Это у меня медвежьи орехи. Много науки мы получаем, которой не было. Я все-таки не агроном по образованию. Поэтому выращивать даже не имел представления. О фундуке ничего. Думал, как и грецкий орех. Никогда не болеет. И не привредливый за уходом. А оказалось очень нежное и хрупкое растение, которое требует и просит за собой уход. Вот, Алексей, огромное тебе спасибо. Когда ты сказал, что стопроцентная приживаемость, сначала не очень верилось. Вот, но по результатам по моим. Это у нас варшавская красная. По результатам моим просто супер. Стопроцентная приживаемость. Раннее, видите, цветение. Удивительно и очень приятно. Алексей, спасибо тебе огромное. Следим за твоим каналом. Больше видео, больше информации о фундучках. Кстати, этот сорт очень мне нравится. Тоже первый раз он дал сигнале орешки. Они такие круглые. Если кто знает, напишите в комментариях, что это за фундучки. Они такие как бочонки. Круглые. Тут сигналочка, пока орешков очень мало. Такие вот кластеры. Но было бы узнать интересно, что это за сорт. Потому что очень красивые. Ну, на этом все. Огромное спасибо все-таки Алексей за поддержку. И что касается саженцев, саженцы просто нереально крутые. Ну, я уже за эти буквально 6 лет, если быть точнее, даже 5 лет, за эти 5 лет уже немножечко о фундучках поизучал. И вот Алексей всегда своевременно на своем канале оповещает о опрыскиваниях. Вот они тоже, видите, только-только начали цвести. Так это уже пятый год. И тут вот я смотрю, три орешка всего лишь на веточке. Три орешка. Хотя есть вот такие сорта, как вот чудо из бульвер. Кластер они вот и в прошлом году хорошо дали, в этом году почему-то по одной. Везде загрузка такая небольшая, везде по одной. На каждой веточке, точнее в каждом кластере по одному фундучку. А хотя нет, тут есть вот кластеры и побольше. Вот, тут тоже цветение началось. С одной стороны тут просто пестики. А с другой стороны уже мы наблюдаем орешки. Вот такие кластеры. По семь орешков. Тоже сорт какой-то крупный. Но я про сортность ничего не знаю, поэтому жду встречи с Алексеем уже у нас на питомнике. Я так думаю, это будет в следующем году, когда вырастет больше сортов. И будет необходимость уже хотя бы разобраться, какой сорт себе оставить, что развивать, а что искоренить. Ну, хотя вряд ли тут рука поднимется, что-то искоренить. Если за ними 5-6 лет ухажешь, ты в них влюбляешься. Тоже вот цветение на 6-й год. Точнее это 5-е лето. А мы их сажали осенью. Вот они по одному орешку съдают. Здесь я тоже сегодня видел один орешек. Так, тут уже цветение только-только началось. Где-то я сегодня видел один орешек. Ну ладно, все это видео я к чему хотел снять. Реально огромная благодарность за свой вклад в фундучки. Вот тут тоже видите, как первые сигнальные орешки. Не очень большого размера. Но это чисто показать, что я фундук, а не просто дерево. Это у нас медвежий орех тут. Тоже пробуем, выращиваем за 5 лет. Вот они такие стали высокие. Тут тоже сигнальные орешки. Есть в некоторых местах сигналочки помельче. Есть побольше. Хотя сегодня еще... Нет, это уже вторая декадь, заканчивается лето. Остался 1 август месяц. Сегодня 31 июля. Вот. Ну, следующее видео снимем, когда уже будем собирать урожай. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо Алексею за саженцы. Саженцы очень крутые. Смотрите, какие листики прекрасные. Это варшавская красная. Вот как выглядят трапезундики. Все же, все листики сочные. Все красиво. В нашем случае мы следовали за всеми действиями, которые Алексей на видеоканале с вами говорил. И у нас 100% приживаемость. Ни в одном месте нету, чтобы у нас где-то что-то просохли или корни, или не вырос фундучок. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал Алексея, чтобы видеть своевременное видео о своевременных процедурах, которые надо проводить с орешками. И тогда будет много замечательных крупных орешков. Всем спасибо и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok